В этом году в Хабаровске наблюдается рост количества предпринимателей более чем на 10%. А на поддержку малого и среднего бизнеса в 2017-м из муниципальной казны выделено более 25 миллионов рублей. О том, что означают эти цифры, нам сегодня расскажет Станислав Шишмаков, начальник отдела развития предпринимательства Управления экономического развития администрации Хабаровска. Станислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну и для начала, а зачем вообще поддерживать бизнес? Ну, давайте отметим первый момент. Посмотрим на самые мощные экономические державы мира. США, Китай, Великобритания, Япония. Какова доля вклада малого и среднего предпринимательства в ВВП этих стран? США 62%, Япония 63%, Китай почти 60%. Какова доля России? По самым оптимистичным прогнозам это 25-30%. То есть достаточно маленькая, нам есть куда расти. А тем самым предприниматели формируют в развитых странах до 70% занятости активного населения, экономически активного населения, 50% всех доходов во все уровни бюджетной системы. Поэтому предприниматели очень важная составляющая любой конкурентоспособной экономики. Второй момент. Предприниматели это именно те участники рынка, которые создают блага и оказывают услуги населению. Они являются проводниками современных технологий, движущей силой инновационного развития общества. То есть это именно те субъекты, которые развивают экономику, развивают общество и нацию. Поэтому их просто необходимо поддерживать и нужно поддерживать. Сегодня в городе зарегистрировано 32,5 тысячи малых и средних предприятий. Если брать вот эту цифру в структуре, что это? Ну, самое большое количество предпринимателей на сфере торговли традиционно. Да, это более 10 тысяч субъектов. Это порядка 40% всей доли от всех предпринимателей. Второе место это занимает строительство. Порядка 2,5 тысяч. Транспорт тоже чуть больше 2 тысяч. Производство около 1800 субъектов. И другие отрасли. Доля торговли традиционно, она самая большая. Но в этом году мы отмечаем хороший рост в таких сферах деятельности, как производство и строительство и информационные технологии. Значит, темпы прироста опережают среднестатистические по рынку. И это очень хорошо. Допустим, вот если посмотреть, да, я уже сказал, уходят крупные игроки с рынка, естественно, ниша заполняется. Предприниматели регистрируются, хотят эту рыночную емкость заполнить, да, работать на ней. Вузы наши Хабаровские выпускают инженеров-айтишников, да, ну так их назовем. Это молодые люди. Конечно, они хотят найти применение своим талантам, знаниям. Мы видим с вами, как растет рынок интернета, как растет рынок смартфонов, порядка 10-15% в год. Поэтому и операционных систем, и приложений к операционным системам. Поэтому молодые люди хотят поработать на этом рынке. Это рынок растущий, привлекательный. Мы видим с вами абсолютно естественный процесс роста количества субъектов в данной сфере. Это очень нормально. Что вот, если сказать про структуру, да, то с годами эта структура становится более сбалансированной. Ну, эксперты так вот оценивают. Что это подразумевает? То есть мы видим, что каждый год где-то на 1% доля торговли снижается. А доля производства, строительства, транспорта и других услуг растет. Это говорит о том, что изменения, происходящие в структуре на рынке, они очень позитивны и положительны. То есть процесс, тенденция очень хорошая. Постепенно у нас эта структура сбалансируется. А какие меры государство и администрация города в том числе предпринимает для поддержки, собственно, малого и среднего бизнеса? Да, ну я уже сказал, что развитие предпринимательства – это приоритетная задача для всех уровней государственной власти, органов местного самоуправления. С 2016 года государство приняло новую стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. И поэтому поддержка предпринимателя образует целую систему на всех уровнях федеральной власти, органов местного управления. Вот по видам, что можно выделить. Первый вид – это прямая поддержка, прямая финансовая поддержка предпринимателя. Это предоставление льготных займов, кредитов, гарантий и обеспечений. Это субсидии, в том числе, которые мы выдаем. Это имущественная поддержка, то есть обеспечение льготного лизинга по оборудованию техники. Это допуск предпринимателей к инфраструктуре, в том числе транспортной, к источникам энергии и сырья. Следующее направление – это организационные и институциональные мероприятия. Это поддержка предпринимателей по предоставлению услуг. По принципу «одно окно» через многофункциональные федеральные центры и порталы государственных услуг, и муниципальных в том числе. Это создание различных техно-промышленных парков, каворкинг-центров, бизнес-центров, бизнес-инкубаторов. Все это к этому относится. Проведение консультаций, бизнес-тренингов, обучающих для начинающих предпринимателей курсов. Весь этот комплекс мероприятий сюда относится, и он тоже реализуется. Ну и, конечно же, это налоговые льготы. Налоговые льготы и преференции. На федеральном и региональном уровне к этим льготам для резидентов, допустим, ТОР, свободного порта относятся льготы по налогу на прибыль, налогу по имуществу, налогу на добычу полезных ископаемых, по земельному налогу и страховые взносы. На местном уровне для предпринимателей, работающих по приоритетным видам деятельности, предоставляются льготы по земельному налогу, по единому вмененному налогу, по арендной плате и пользованию муниципальным имуществом. Вот такой вот комплекс услуг, он постоянно реализуется. Я уже сказал, что на муниципальном уровне в год поддержка всех видов оценивается у нас в Хабаровске в 350 миллионов рублей. Это достаточно существенная сумма. В Хабаровске? Да, именно в городе Хабаровске. Со всех уровней, если считать. Да, вот все, что я перечислил, да, если как-то это выразить суммой, то это порядка 350 миллионов рублей. Это достаточная цифра? Ну, это все относительные цифры. Конечно, хотелось бы больше. В наших новых программах, которые мы предусматриваем, мы пытаемся заложить уже на перспективу большие суммы для поддержки предпринимателей. Но жизнь покажет пока то, что есть. Я считаю, это неплохой суммой поддержки. Если брать конкретно деньги из муниципального бюджета, 25 миллионов. Вот эти деньги, на что их были выделены, на что потрачены? Ну, у нас в городе Хабаровске реализуются четыре основных программы поддержки предпринимателей. Это непосредственно сама программа развития поддержки малого и среднего бизнеса в городе Хабаровске. Это повышение инвестиционной привлекательности города Хабаровска. Это, третье, это вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. И поддержка предприятий в области промышленности. Вот. На эти четыре программы предусматривается объем финансирования бюджетный 25 миллионов рублей в этом году. Львиную долю из этого, чуть больше третьей, занимает программа первая. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. Это порядка 11 миллионов рублей. Повышение инвестиционной привлекательности. Это порядка 6 миллионов рублей. Вовлечение молодежи. 3 миллиона. И 5 миллионов. Это поддержка субъектов в области промышленности. Вот так и получаются такие вот суммы. Вот эти 11 миллионов. Вот это на что? 11 миллионов. Да, здесь выдаются субсидии и субъектам предпринимательской деятельности, и организациям, так сказать, инфраструктуры поддержки, которые поддерживают предпринимателей. Ну, допустим, в этом году мы выдали 25 субсидий предпринимателям, работающим в сфере дошкольного образования и ухода за детьми. Порядка более 3 миллионов рублей с учетом краевых трансфертов. Это хорошая поддержка. Выделяем на проведение выставок и ярмарок почти миллион рублей, на компенсацию процентной ставки по кредитам и займам, которые берут предприниматели в других финансовых организациях. Тоже там более 500 тысяч. На вот, в том числе, проведение вот всяких бизнес-тренингов, конференций, форумов, значит, снимаем различные передачи, поддерживаем информационные ресурсы. Это тоже более 2 миллионов рублей. Вот, к слову сказать, уже в пятницу, 24-го часа, состоится очередной шестой молодежный бизнес-форум, в котором администрация является одним из главных спонсоров. На эти цели выделено более 1 миллиона рублей на поддержку. Вот, такое вот перечень у нас мероприятий есть, их всего в программе более 20. Вот, если кто-то захочет, да, заинтересуется из предпринимателя, они могут ознакомиться с этим перечнем и с требованиями по получению поддержки на официальном сайте администрации города, или посмотреть непосредственно постановление в «Консультант плюс» постановление администрации города о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства. Станислав Владимирович, Вы уже упомянули о том, что грядут изменения, в том числе и в программах, и в роли администрации в поддержке малого и среднего предпринимательства. Расскажите подробнее, что будет в будущем, может быть, на следующий год какие-то уже планы есть? Да, Дмитрий, хороший вопрос, спасибо. Ну вот, наша очередная, восьмая программа по счету поддержки и развития малого предпринимательства, она принималась и утверждалась в 2014 году. Как говорится, с тех пор утекло много воды, произошли изменения в России, прежде всего в развитии социального предпринимательства, в обеспечении конкурентоспособности, да, и обеспечении свободной конкуренции на рынке. И старые программы, конечно же, их нужно адаптировать. Поэтому вот с 2018 года мы планируем утвердить новую программу поддержки и развития предпринимательства в городе Хабаровске до 2025 года, в которой уже будут предусмотрены новый состав, структура мероприятий, новые показатели оценки эффективности этой программы. Конечно, в чем ее основное отличие? Больший удельный вес будет отдан мероприятиям, которые содействуют развитию свободной конкуренции на рынке. Будут больше поддерживаться именно производители, причем производители социально значимых товаров в области медицины, товаров для инвалидов, других категорий незащищенных граждан. Расширится перечень условий и объемы финансовой поддержки для предпринимателей, работающих в сфере оказания услуг для детей, школьников, дошкольников, развивающих различных услуг. И, конечно же, будем поддерживать в большем объеме создание различных информационных ресурсов для предпринимателей, прежде всего различных порталов в интернете, так как современный мир уходит у нас в интернет, предприниматели ищут эти товары, услуги и партнеров в интернете, поэтому содействие развитию именно электронного информирования предпринимателя сейчас тоже находится в приоритете. Это будем развивать, это учитывать. Про интернет-информирование, это продолжение хорошей тенденции, у нас в ноябре уже был запущен инвестиционный портал, и, собственно, эту работу тоже продолжить. Но пока это у нас не программные мероприятия, да, это все делается, как сказать, сверхнагрузкой, на сверхнагрузкой и на бюджет, и на аппарат, а в будущем мы заложим именно в программные мероприятия. Это будет предусмотрено на это финансирование. Вот я бы хотел добавить пару слов об эффективности программ, реализуемых городом Хабаровском по поддержке мероприятий. Это очень хороший вопрос. Эффективность программ как оценивается? Ну, по объективным и относительным показателям. Ну, объективный, это какой? Рост количества предпринимателей. Первый показатель. Рост числа их оборота. Рост налоговых поступлений, да, в бюджет. Пока по этим показателям у нас в Хабаровске наблюдается рост. Это хорошо. Есть относительный показатель. Расчет количества предпринимателей на душу населения, там, на 10 тысяч населения, да. Или количество работающих в сфере малого и среднего предпринимательства тоже на душу населения. Пока мы по этим показателям отстаем от других городов. Пока мы всего лишь шестые. Но если темп сохранится, да, и объемы поддержки не упадут, то по этому показателю мы лидеров должны догнать. Лидеров, прошу прощения, шестые по России? Шестые по дальневосточному федеральному и сибирскому федеральному округу. То есть нам есть куда повышать эти показатели. То есть мы не номер один. И пугаться хорошего темпа роста у нас предпринимателей не надо. У других еще лучше, на самом деле. То, что касается показателей оценки, не всегда нужно учитывать прямой эффект экономический. Потому что во многом эти программы являются не только инструментом развития, но и инструментом поддержки предпринимателей. То есть перераспределение доходов в целях обеспечения социальной справедливости. О чем я говорю? Ну, допустим, очень много предпринимателей, работая в не очень прибыльных отраслях, таких, допустим, работа с детьми, образование, медицина, они, грубо говоря, сводят еле концы с концами. И если бы не наша субсидия, которую выдает город, они бы просто с рынка ушли. И эта ниша бы осталась бы пустой. Хабаровчане бы в получении услуг здесь оказались бы уязвленные, не получили бы эти услуги. Это очень важная такая социальная функция. Или, допустим, проведение различных бизнес-ярмарок, конференций, выставок. Для организаторов мероприятия, и очень часто эти мероприятия затратные, неприбыльные. Они нужны предпринимателям, крайне необходимы. Но для организаторов могут быть убыточными. С помощью наших субсидий они их проводят, то есть они реализуются. Это помогает развивать предпринимательство. То есть программы муниципальные, это не только эффект, но и инструмент социальной помощи, социальной справедливости. Его надо правильно рассматривать. Вот об этом я хотел сказать. Станислав, к сожалению, время нашей беседы ограничено. Спасибо большое за то, что нашли время и пришли к нам на интервью. Удачи! Спасибо, Дмитрий. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!